Здравствуйте, меня зовут Рябов Сергей. Сегодня мы разберем задачу по стенам и дизайну дизайн Инстаграма. Инстаграм – это сервис для обмена фотографиями, пользователей поиск свои фотографии, делиться ими с другими пользователями и подписываться, соответственно, на тех пользователей, которые им интересны. По сложности данная задача является средней. Примерами похожих сервисов являются Instagram, Flaker.com и Picasso.google.com. Что такое Инстаграм? Инстаграм – это такая социальная сеть, когда пользователи загружают свои фотографии, делятся с другими людьми, также могут делиться видео. Поискли могут делиться информацией как публично, так и приватно. Все, что доступно публично, могут видеть все пользователи. Соответственно, приватные данные могут видеть только определенный круг поиск, либо те, которые подписались, либо конкретные поискли. Инстаграм также позволяет делиться информацией через другие платформы, например, Facebook, Twitter, Flaker и Trimble. В данном разборе мы будем дизайнить упрощенную версию Инстаграма, то есть где пользователи смогут обмениться только фотографиями, а также подписаться на других поискли. Лента новостей для каждого поискли будет состоять из лучших фотографий всех людей, на которые он подписан. Давайте теперь поговорим про требования. При решении задач по системному дизайну всегда необходимо считать требования к системе в начале собеседования. То есть необходимо разобраться с тем, какие будут нагрузки, какие ожидаются соответственные методы и какая ожидается функциональность. Эти данные следуют считать в самом начале. В нашем случае будут следующие функциональные требования. То есть, во-первых, поискли имеют возможность загружать фотографии и скачивать их, просматривать их. Поискли должны иметь возможность искать фотографии и видео по названию. Должна быть возможность подписываться на других поискли. И система должна генерировать и отображать ленту новостей, состоящей из лучших фотографий и всех поискли, на которые данный поискли подписан. Также у нас есть нефункциональные требования. То есть, наш сервер должен быть высокодоступным. Допустима задержка для генерации ленты новостей в 200 миллисекунд. То есть, когда мы открываем именно нашу ленту последних новостей, там может быть задержка в 200 миллисекунд. Для того, чтобы либо загенерировать ленту, либо, соответственно, отдать заранее загенерированную. Консистентность может страдать в угоду доступности. То есть, поискли может не видеть какие-то фотографии, которые он только загрузил в течение какого-то времени. Пока мы, соответственно, обновляем все данные, генерируем что-то. Это считается нормально. И система должна быть очень надежной. То есть, любая фотография, которую поискли загрузил, никогда не должна в нашей системе теряться. Департаментными требованиями могут быть, соответственно, добавление тегов к фотографиям. Поиск по тегам, комментарий к фотографиям. Соответственно, отмечивание каких-то фотографий тем, что там есть какой-то поискли. И, соответственно, список поискли, именно рекомендаций на такие поискли стоит подписаться. Некоторые дизайнерские особенности нашей системы. Во-первых, система будет тяжелой на ощрение. Поэтому мы сосредоточимся именно на создании системы, которая может быстро извлекать фотографии. После могут загружать любое количество фотографий, сколько им нравится. Поэтому нам нужно эффективное управление хранилищем решающим фактором. Это будет являться решающим фактором при проектировании системы. Ожидается низкая задержка при просмотре фотографий. То есть, если при загрузке фотографий мы можем делать это более-менее медленно. Опять же, из-за того, что мы пишем фотографии на диск. То просмотр должен быть по максимуму быстрый. И данные должны быть на 100% надежные. Если пользователь загрузил фотографии, то мы должны гарантировать, что она никогда не потеряется. Давайте теперь поговорим о параметрах нашей системы. То есть, давайте предположим, что нас будет прилить на 500 миллионов поискли. При этом 1 миллион поискли ежедневно активно. 2 миллиона новых фотографий каждый день. Это будет прилить на 23 новых фотографий каждую секунду. Средний размер фотографий будем считать, что будет больше 200 килобайт. Общее хранилище для всех фотографий на один день, соответственно, нам понадобится 400 гигабайт. И для хранения фотографий, допустим, в течение 10 лет нам понадобится приблизительно 1425 терабайт. Давайте теперь поговорим о высокоуровнем дизайне нашей системы. То есть, высокоуровнем нам надо поддержать два сценария. Это один для загрузки фотографий, другой для просмотра фотографий. Нашей системе понадобится несколько хранилищей для объектов, собственно, самих фотографий. И несколько баз данных для хранения методанных фотографий, данных по БОСЛИ и данных об отисках. Давайте поговорим о схемах баз данных, то есть, как мы будем хранить. Проработка схем баз данных в начале интервью может, во-первых, облегчить процесс дизайнами компонентной системы, связи между ними, а также ранее подумать о масштабируемой системе. Нам для хранения поисковских данных понадобятся, соответственно, три таблицы. Это таблица для фотографий, которые будут содержать в себе ID фото, ID создавшего поискателя, путь до файла либо какой-то ключ, по которому мы сможем в отдельной службе либо сервисе получить саму фотографию, и также дату создания фотографий и, возможно, координаты фотографий для аранжирования для лент новостей. Таблица поискателя будет содержать имя поискателя, email, дату рождения необязательности, дату создания поискателя и дату последней регистрации. Плюс, возможно, нам отдельно понадобится таблица для связи, какие поискатели подписались на соответственно кого. Третьим подходом для реализации этих схем будет использоваться OBT типа MySQL, поскольку нам потребуется делать cross-joining между таблицами. Но реализационный баз данных имеет ряд проблем, особенно в случае с масштабированием. Для каких-то деталей вы можете посмотреть первое видео, где мы разбираем, в каких случаях лучше используется SQL, каких нет NoSQL и какие, соответственно, есть достоинства и недостатки. Мы можем хранить фотографии в распределенных файлах хранилищах, например, HDFS или S3. И можем хранить, опять же, схемы в распределенном кей-валу хранилище, чтобы получить преимущество NoSQL баз данных. То есть все метаданные мы можем хранить по ключу photo ID в качестве вала, используя, соответственно, вот эти данные местоположения фотографии и пользователя, которые я создал, и время создания. Нам надо будет хранить отношения между пользователями и фотографиями. Для этого мы можем, соответственно, также нам понадобится хранить соотношения между пользователями, то есть кто на кого подписан. Для больших случаев вместо MySQL из-за недостатков именно SQL-подхода мы можем использовать таблицу с широкими столбцами, например, Cassandra. В данном случае у нас в качестве ключа будет user ID в качестве значения либо список ID фотографий, либо, соответственно, отписок фолловеров. Также, соответственно, Cassandra либо, в принципе, квала хранилища обычно поддерживает несколько реплик для надежности, что в нашем случае дополнительный плюс. Кроме того, в таких хранилищах обычно данные уделяются не мгновенно, а также остаются доступны в течение некого времени, прежде чем быть удаленными навсегда. Это может понадобиться, например, механизмом установления каких-то фотографий либо профилей после случайного удаления. Давайте поговорим о том, сколько данных нам понадобится для хранения, собственно, всех этих информаций и связей в течение 10 лет. Прежде чем поговорим о данных после. То есть предположим, что у нас int и datatime будут вмещаться в 4 байта. Для каждой строки в таблице следовательно нам понадобится 68 байт. То есть это 4 байта на user ID, 20 байт на имя, 32 байта на email, соответственно, 4 байта на день рождения, 4 байта на дату создания и 4 байта на дату последней авторизации. Соответственно, если у нас есть 500 миллионов пользователей, то нам понадобится приблизительно 32 гигабайта для хранения всех данных, всех пользователей. По данным фотографий, то есть каждая строчка с данной фотографии будет вмещаться в рейтинге 284 байта. То есть это 4 байта на ID фотографии, 4 байта на ID поискотле. Соответственно, на ключ приблизительно 256 байтов, но об этом мы поговорим чуть позже. На координаты можно понадобится по 4 байта. Координаты поискотле необязательно тоже можно по 4 байта. И 4 байта на дату создания. Если каждый день у нас будет приблизительно 2 миллиона новых фотографий загружаться, то нам понадобится 500 мегабайт пространства в течение одного дня, чтобы сохранить все данные о всех фотографиях. При этом помимо самих фотографий, то есть чистые метаданные. И чтобы сохранить все в течение 10 лет, нам понадобится приблизительно 1,88 терабайтов для хранения чистых метадантов о фотографиях. Плюс, соответственно, еще какой-то объем данных для самих фотографий. И последнее это данные по фолловерам. То есть каждая строчка таблицы с фолловерами будет состоять из 8 байт. Это, собственно, ключ поискотле, который фолловит и кто его фолловит. Если у нас 500 миллионов поискотлей и в среднем мы предположим, что каждый поиск либо отписан на 500 других поискотлей, то нам понадобится приблизительно 2 терабайта для хранения собственных данных. И при этом для хранения всех данных в течение 10 лет нам понадобится приблизительно 3,7 терабайта, чтобы сохранить все связи. То есть с учетом того, что будет меняться количество пользователей, там будет разное количество активных поиск, и кто-то будет отписываться, подписываться и так далее. Давайте теперь поговорим про дизайн отдельных компонентов. То есть загрузка фотографий может происходить медленно, так как они должны записываться в данный диск, в то время как чтение будет быстрое, особенно если мы будем отдавать фотографии горячие с памяти. Поиск, который загружает фотографии, могут выъедать весь канал, так как процесс загрузки фото является медленным. Это значит, что пользователи, которые пытаются посмотреть фотографии, могут из-за этого страдать. Так как в сервере закончится либо пропускная способность канала, либо количество открытых соединений. Мы должны иметь в виду, что studies relying on a maximum количество подключений to какой-то пропускной канал. Если мы предположим, что у сервера унесет 500 открытых соединений, то мы не можем иметь более 500 загруженных фотографий одновременно. Чтобы справиться с этим узким местом, мы можем разделить, соответственно, запросы на чтение записи фотографий на отдельные сервера, на отдельные службы. У нас также, соответственно, будет гарантия то, что у нас пользователи, которые записывают и читают друг другу, не мешают. И при этом можем масштабировать систему гораздо лучше, то есть с учетом этих отдельных компонентов. То есть, грубо говоря, если у нас будет очень много пользователей на чтение, то можно масштабировать часть, которая отвечает за чтение и за просмотр фотографий. Если у нас в какой-то момент будет большая нагрузка именно по загрузке по состоянию на Макфотографе, то мы можем с ним штабировать часть именно на загрузку и при этом быть уверены, что два этих разных сценария друг к другу не мешают и, собственно, один из них полностью не валит в систему. Как уже было сказано в самом начале, потеря файлов для нашей темы является неприемлемым, поэтому будем хранить несколько копий каждого файла. Так что если какой-то сервер с одной копией падет, мы сможем, во-первых, прочитать его с другой сервера, во-вторых, восстановить данные. Этот же принцип будем применять для других. Если мы хотим иметь высокодоступную систему, то нам нужно иметь несколько реплик каждой службы, каждой части системы, и эта избыточность позволит, соответственно, устранить единые точки отказа. Если какая-то из службы компонентов может работать только в личном режиме, то можно запустить резервную копию службы, которая будет брать на себя работу в случае, если она будет либо отказываться, либо деградировать. Создание избыточности не только позволит устранить отдельные точки отказа, но и создать дополнительные мощности для пиковых нагрузок, либо критичных ситуаций. То есть, например, если у нас запущено два экземпляра службы, один из них выходит из строя, либо деградирует, то есть начинает выдавать ошибки, то система может перейти полностью на рабочую копию. При этом это можно настроить, либо чтобы автоматом присвоил переключение, либо в ручном варианте. То есть для загрузки и для просмотра чтения фотографий у нас может быть минимум по две реплики сервера. Также, соответственно, может быть реплика паз данных для метаданных для поисковителей, отдельная реплика, там почти EFS для хранения самих фотографий. Про то, как отдавать фотографии мы поговорим в самом конце более удачно. Давайте поговорим теперь о шардировании данных. То есть у нас шардирование может быть сделано по нескольким сценариям. Сценариям, во-первых, можем посмотреть на шардирование на ставание User ID. Давайте предположим, что мы будем шардировать наставание User ID, при этом сможем сохранять все фотографии одного пользователя на данном сервере. Если размер одного сегмента будет 1 терабайт, то для хранения 3,7 терабайт данных нам понадобится всего 4 сегмента. Но давайте предположим, что для улучшения продолжительности и масштабирности мы будем использовать 10 сегментов. Таким образом, мы сможем брать сегмент по User ID, деленный по модуру 10, и хранить данные там, и читать данные там. Чтобы однозначно идентифицировать любую фотографию на вашей системе, мы можем добавлять одичник сегмента к одичникам нашей фотографии. Как мы при этом будем генерировать, собственно, наш фото ID. То есть каждый сегмент может иметь свою автоинкрементную последовательность для фото ID. При этом при получении одичник фотографии мы будем конкурентировать одичник сегмента, его номер, и одичник фотографии, чтобы сделать этот фото ID уникальным для всей системы. Какие при этом подходимы могут быть проблемы? То есть, во-первых, как мы будем справляться с горячими поислями, которые имеют либо много последовательности, либо много фотографий. Некоторые поислями будут загружать гораздо больше фотографий по сравнению с другими, что может привести к неравномерному распределению памяти, то есть у нас будет проблема с полонсировкой нагрузки. Что делать, если мы не сможем уместить фотографии на одном фрагменте? То есть, допустим, у нас очень много фотографий, либо у нас несколько поислями большим количеством фотографий попадает в один фрагмент. Соответственно, если мы распределим фотографии поиска на несколько фрагментов, насколько это увеличит задержки. И хранение все данных поиска на данном фрагменте могут привести к тому, что если этот фрагмент не наступен, то, соответственно, поиск и все, кто на него подписан, не смогут получить к нему доз, что также является проблемой. Можем поставить другой вариант. Это шардирование основания фотоиди. То есть, если мы заранее сгибаем фотоиди, а затем найдем номер фрагмента по, соответственно, также фотоиди или по музею на 10, то вышеперечисленные проблемы будут решены. В этом случае нам не надо бы добавлять ID фрагмента к нашему фотоиди, так как фотоиди сама будет уникальна в системе. Но при этом возникает вопрос, как генерировать сам фотоиди. При таком подходе мы можем иметь, соответственно, автоинкремент не на каждом фрагменте, так как нам надо получить номер фрагмента. Мы можем решить это, выделив отдельный экземпляр обозданных для генерации автоинкремент, который будет увеличиваться. Если фотоиди можно вместить в 64 бита, то мы можем определить таблицу, которая будет содержать чисто 64-битные ключи. При этом всякий раз, когда она будет добавить фотографию в нашу систему, будем просто вставлять новую строчку в эту таблицу и, собственно, получать идентификатор для фотоиди. Будет ли при этом эта база с отличниками единая точка отказа? Да, будет. Обойти это можно, собственно, создание двух баз данных, каждый из которых будет генерировать четные и нечетные ключи. Для MySQL мы можем сделать это следующим скриптом. То есть для первой кей генеральтер сервиса у нас, соответственно, будет инкремент 2x2 и, соответственно, инкремент офсет 1. Для второго сервиса будет то же самое. Инкремент 2 и инкремент офсет будет 2. Мы можем поставить балансировщик перед этими базами данных, соответственно, их цикли, перебирать между ними, чтобы, во-первых, выбирать, грубо говоря, последовательные ключи, при этом как-то решить проблему с нагрузкой. У нас может быть проблема с тем, что, соответственно, порядок следования четных и нечетных ключей будет чуть-чуть отличаться, то есть базы будут между собой не синхронизированы, но в нашей системе не является проблемой. С другой стороны, мы можем реализовать схему генерации ключей аналогично той, что мы обсуждали в предыдущих видео, то есть создать отдельную службу. И с точки зрения балансировки, соответственно, с точки зрения масштабируемости, этот вариант, он чуть сложнее, но кажется более правильным. Опять же, мы тогда не будем зависеть от баз данных по SQL или какой-то другой. Что нам следует учесть для будущего роста системы? То есть у нас может быть большое количество логических фрагментов на одной машине и в дальнейшем, собственно, по мере роста можем разделяться на отдельные сервера. Поскольку каждый сервер может иметь несколько экземпляров баз данных, мы можем иметь несколько отдельных баз для каждого логического фрагмента на нем. При этом, как только мы будем понимать, что какой-то сервер имеет слишком много данных на нем, мы можем, соответственно, переносить часть логических фрагментов на другие сервера. Мы можем иметь отдельную конфигурацию, которая будет хранить соответствие между логическими фрагментами и физическими серверами. И как только нам надо будет обновить, соответственно, перенести логические фрагменты, нам надо будет либо перенести данные, либо, соответственно, эксперимент, либо реплицировать и после этого поменять данные в нашу конфигурацию. Давайте теперь поговорим про ранжирование и про генерацию нашей ленты новостей. Чтобы создать ленту новостей, нам нужно получить список поиск, на которые данные поиски подписаны. Для простоты предположим, что нам нужно получить 100 фотографий для новостной ленты. Наш сервер получит список поиск, на которые подписаны на текущий поиск, а потом получит некто данные о 100 последних фотографиях для каждого поиска из списка. На заключительном этапе сервер отправит эти фотографии в наш алгоритм ранжирования, который из 100 фотографий для каждого пользователя, на котором подписано текущий, отдаст топ-100 и, соответственно, отправит их в поиски. Важная проблема при таком подходе будет заключаться в высокой задержке, поскольку, во-первых, нам придется опрашивать несколько таблиц и выполнять сортировку, слияние ранжирования, а также какие-то дополнительные манипуляции, допустим, с ранжированием по координатам. Для повышения эффективности мы можем предварительно генерировать ленту новостей и хранить ее в отдельной таблице. Давайте теперь поговорим про этот подход, про генерацию ленту новостей, соответственно, заранее. У нас могут быть выделены сервера, которые непрерывно будут генерировать ленту новостей и хранить их в отдельной таблице user newsfeed, поэтому всякий раз, когда нам понадобится отдать поиски ленту новостей, мы просто будем брать ее из таблицы. Всякий раз при генерации ленты новостей сервера будут запрашивать последнюю ленту, которую они сгенерировали, смотреть на дату генерации и, соответственно, генерировать новую ленту, либо полностью, либо какой-то инкремент этой ленты на основании этой даты. То есть, как говорится, у нас есть прошлая лента, мы генерируем новый кусочек, либо используем его полностью, либо, соответственно, мержим старую ленту новую и сохраняем новые данные. Какие существуют различные подходы к отправке данных с сервера на клиенты, то есть, собственно, после генерации новой ленты новостей, как наш клиентский приложение, сайт или то другое, узнать об этих данных. Во-первых, мы можем использовать пул, то есть клиенты могут извлекать с режима новостной ленты либо регулярно с какой-то периодичностью, либо принудительно, соответственно, по полу-рефреш. Возможные проблемы при таком подходе будут исключаться в том, что новые данные не придут клиенту пока, ну, либо приложение не запросит с каким-то интервалом, либо пока пользователь принудительно не запросит. И плюс в большинстве случаев для большинства пользователей данные будут либо пустые, либо старые, поскольку пользователи, на которые они подписаны, там, не загружали много фотографий, соответственно, ничего не поменялось. Вторым вариантом будет пуш, то есть сервер может периодически прислать данные пользователи, как только они сгенерировались. Чтобы это работало клиентам, придется поддерживать длинное соединение сервера для получения данных. И, возможно, проблема с таким подходом заключается в том, что пользователи, за которыми следит большое количество людей, соответственно, либо знаменитые пользователи, либо пользователи, которые часто пользуются фотографии, будут генерировать очень много обновлений на клиента. Мы можем сделать гибридный подход, то есть мы можем применить гибридный подход к пользователям, который, соответственно, очень знаменитый, очень популярный, перевести их на пул. При этом, соответственно, для остальных пользователей, которые менее популярны, либо редко генерируют данные и используют пуш. Также, соответственно, мы можем сделать какое-то ограничение, присылать пуш-уведомления не больше какого-то количества раз, либо не чаще, чем в какой-то промежутке времени. Подробнее о том, соответственно, какие есть варианты взаимодействия между клетом и сервером, можно посмотреть в первом видео. Какие там есть особенности ограничения. И, собственно, детальной генерации ленты новостей мы будем говорить в следующих видео, когда будем разбирать генерацию ленты новостей для Фейсбука. Давайте еще немного поговорим про такую вещь, как шардирование при создании ленты новостей. Одним из важных требований для ленты новостей является то, что пользователь должен иметь возможность получить последние фотографии от пользователя, на которые он подписан. Для этого надо иметь механизм сфотировки фотографий про времени создания. Чтобы сделать это более эффективно, мы можем, собственно, включить время создания фотографий в фотоид. Поскольку у нас будет первичный индекс по фотоид, нам будет довольно быстро и легко найти последние фотографии. Мы можем использовать для этого эпохи, то есть предположить, что фотоид будет создать из двух частей. Первый будет представлять себя из какой-то временной эпохи, и второй будет автоматически увеличиваться инкремент. Таким образом, чтобы сделать новый фотоид, нам надо будет взять время эпохи, добавить к нему, собственно, наш автоматический инкремент из баз данных, либо из службы ключей. И после этого мы сможем вычесть также фрагмент, на котором хранится все данные, взяв фотоид по модуле здесь и сохранить его фотографию. Какого размера при этом будет, собственно, наш фотоид? То есть, допустим, что наша эпоха будет считаться сегодняшним видом, нам надо понять, сколько бит нам понадобится, чтобы сохранить количество секунд в течение следующих 50 лет. То есть, в следующих 50 лет у нас будет перелить на 60 миллиардов секунд. Нам понадобится для этого примерно 31 бит для хранения такого числа. Поскольку в среднем мы ожидаем 23 новых фотографий в секунду, то мы можем выделить всего 9 бит для автоинкремента. Таким образом, мы можем хранить максимум 512 новых фотографий каждую секунду. И можем сбрасывать наш автоинкремент каждую секунду. Мы обсудим более детально, собственно, механизм генерации вот этих хаотичников и шардирования данных по такой схеме, когда будем разбирать дизайн твиттера. Давайте теперь поговорим напоследок про акширование и про балансировку нагрузки. То есть, во-первых, для обслуживания глобального распределенного количества пользователей в нашей службе потребуется как бы потом вставная система доставки фотографий. Наш сервер должен подвигать контент как можно ближе к пользователям. Для этого мы будем использовать большое количество географически распределенных серверов кэшей фотографий и, собственно, CDN. Мы также можем ввести кэширование для серверов метаданных, для кэширования, собственно, горячих фотографий, горячих запросов. Можем использовать мем-кэш для кэширования данных прямо в серверах приложений, чем делать запрос в основном хранилище. В данном случае наиболее логично будет использовать политику LRU, то есть вытеснять из кэша данные, которые давнее всего использовались. Как мы можем построить более интеллектуальный кэш? То есть, мы можем предположить также политику 80-20, потому что у нас 20% ежедневного объема фотографий будет генерировать 80% трафика. Это означает, что нам надо будет кэшировать 20% фотографий, метаданных и так далее. И, собственно, мы можем кэшировать, как сами метаданные используют либо мем-кэш, либо отдельный какой-то сервер для кэширования. Так можем в памяти держать именно сами фотографии. Либо, в данном случае, поскольку мы будем использовать CDN, то также можем отдельный сервер CDN кэшировать фотографии, которые чаще всего запрашиваются. И читать их не каждый раз с диска, а им на хрань в памяти. Вот так мы сможем повысить эффективность именно чтения и сократить задержку. В заключении, по-моему, того, что мы поговорили во время интервью, может понадобиться более детально разобрать какую-то часть. Также некоторые части этой системы будем разбирать в других видео. Это видео по разбору генерации ленты новостей для Фейсбука и генерации и дизайна Твиттера, где мы будем рассказывать про, собственно, генерацию файдических для шардирования для фотографий. И главное при разборе каких-то деталей, системы интервью не забывать про общий алгоритм. То есть, надо понимать, какая проблема. Не делать предположения, а именно задавать уточняющие вопросы. То есть, это требования к системе, требования к интерфейсам, к нагрузке. Надо делать какой-то общий дизайн системы, определиться с различными блоками системы, определиться с схемой данных. Уточнить соотношения между блоками. То есть, как, собственно, будем хранить в данной схеме, допустим, отношения между фолловерами, между картинками и тем, кто их создал. Набросать высокого уровня модели, набросать высокого уровня дизайн-системы, выявить узкие места, то есть, например, у нас могут быть проблемы при шардировании по айдичник поиск для из-за того, что будет нераспределенная нагрузка, либо там, соответственно, как более эффективно генерировать ленту новостей, что это можно делать не на лету, а заранее, хранить и также, собственно, подумать, например, в нашем случае, что можно хранить айдичник эпохи вместе с айдичник фотографии для того, чтобы выбирать более свежие фотографии быстрее, следует подумать о таких узких местах, подумать, как это можно исправить и, собственно, предложить различные варианты, обсудить с собеседующим. На этом, в общем-то, все, не забывайте лайк, ставить свои комментарии и подписаться на наш канал, чтобы не выпустить разборы дальнейшей задачи, в том числе разборы по Фейсбуку и по Твиттеру, и также посмотрите предыдущие видео, если вы не смотрели, чтобы разобрать концепт по, соответственно, кэшированию, по балансировке нагрузки и другие общие темы, связанные с темным дизайном. Продолжение следует...